Доброе утро! Мне стульчик. Покажи, как правильно делать. Стульчик – это статика. И если у нас нет ровной стены и есть шведская стенка, то лучше использовать шведская стенка. А это вообще не вот это? Да. Потому что здесь удобнее держаться. Но вы, друзья, все равно представляете, что это простая стена. Просто мы две версии показываем. Вот стена и шведская. То есть, в принципе, то же самое. То есть мы встаем, все, у нас должно быть голень 90, бедро 90, корпус ровно. Все, и встаем. Мышцы, стабилизаторы, связки, сухожилия, суставы – все у нас в напряжении. Все у нас должно быть ровно. Все, и мы держимся, 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 держимся. Если усложнить, то можно встать, например, на икру, не отрывая попу, прижимая попу. Все, и мы вот стоим, стоим. Что случаются у нас с икры, и, соответственно, мы тем самым добавляем сложности, потому что на икрах на зубе их становится очень сложно. Так мы чувствуем, что начинаем потеть, пульс начинает повышаться, потому что эти мышцы в себя приливают очень много крови. Сердце начинает все больше и больше прокачивать, и мы начинаем потеть. Да, и что делать? То есть 30 секунд мы так стоим, отдыхаем, а потом… Ой, все, у меня опять ноги заболели. Все, потом отдыхаем, и опять можно приступить. Да, таких можно делать 5 подходов по 30 секунд, либо 3 подхода по минуте, ну, либо уже стоять на максимум. То есть уже в зависимости от твоей подготовки, если чувствуешь себя прекрасно, то можешь себя маленько повыжимать и попробовать свои силы. Перевернутые позы. Ну, первое, что мне приходит на ум, это когда ноги у нас наверху в стене. Они очень хорошо для отечности. Человеку плохо, да, например, даже от тренировки, от нагрузки. Соответственно, кровь у него уходит вниз, ему тяжело, и нужно вернуть ее обратно, особенно это после тренировки ног, во время тренировки ног. Соответственно, мы ложимся, берем ковричек. Можно шведскую стенку использовать еще и для пресса. То есть, бери коврик, я тебе покажу. Так, ой, командир какой у меня. Так, раскладываем. Все, вот смотри, то есть мы ложимся. Ну, можно держаться, друзья, можно, нет, если простая стена, там уж ни за что. И подтягиваемся. Если у нас не шведская стенка, то это упражнение покажи я. Да, если не шведская стенка, мы можем просто перевернуться, поднять ножки. Да, если мы перейдемся ногами к стенке, мы просто ножки будем упирать сюда, вот таким образом. Ой! Вот такая зарядка, она помогает вернуть кровь обратно и чувствует себя нормально. То есть, у кого отеки, так же помогает, потому что в любом случае под давлением там находится жидкость. С ногами все понятно. С ручками что будем делать? От стенки можно поотжиматься. Как и от свески, так и от простой. Почему? Потому что здесь мы в горизонтальном положении, нам очень тяжело отжиматься. Да, на полу отжимается. Вес, весь тело уходит на руки. Если мы не умеем и хотим научиться, то все, удобненько взяли и отжимаем. То есть, уровень наклона, если мы возьмем повыше, будет легче. Подойдем поближе, будет легче. Подойдем подальше, будет сложнее. И от обычной стены можно делать то же самое. После этого упражнения, если мы хотим прям прокачать еще немножко трицепс, вот девочки говорят, вот у меня здесь как кисель, отложение, рыхлое там место. Мы берем... Ах ты, все милости девчонок рассказывают. Берем поуже, подходим подальше и локти вниз. И выжимаем. Ну и завершить нашу тренировку возле той же самой стенки можно растяжкой. Но мы забыли еще одно очень упражнение. Важно, эффективно. Это когда вы подходите к стене и просто начинаете делать махи назад. Очень хорошо качается ягодица. И в этом случае нужно обязательно иметь какой-то упор. Вот стена вам прекрасно этому послужит. Сережа, под конец нашей беседы, давай выявим плюсы упражнений у стены. Стена, она является помощником, помогателем. То есть от пола, если делать там тяжело, и мы должны привести мышцы в тонус, поработать эффективно, поработать и потренироваться, то стена нам будет облегчать какие-либо упражнения и давать максимальную эффективность. Ну и вообще стена есть в каждом помещении, поэтому, друзья, самое главное желание. Из минусов это то, что очень сложно замотивировать человеку на домашнюю тренировку. Поэтому, друзья, если вы хотите добавить драйву в свою тренировку, приходите в питный зал, становитесь у стены и занимайтесь с удовольствием. Спасибо большое за прекрасную утреннюю, легкую, я надеюсь, зарядку. Я не буду вспоминать завтра тебя в плохих словах. Спасибо.